Друзья, добрый день! С вами «Успешные люди» и я, ее ведущая, Анжела Васильковская. Сегодня у нас в гостях самый известный скульптор, народный художник Украины Олег Пинчук. Олег, добрый день! Очень рада вас увидеть в нашей студии. Добрый день! Я тоже. Взаимно. Взаимно. Олег, засчитаю. Ваши работы можно встретить в коллекциях Национального художественного музея Украины. Также в Венском музее искусств, Министерство культуры и искусств Украины, а также в частных коллекциях, коллекциях крупных банков и компаний. Обучался в студии изобразительного искусства Хусида в Киеве. Окончил факультет скульптуры Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. После получения диплома усовершенствовал свое мастерство в Высшей школе визуального искусства в Женеве. С 1990 года Олег Пинчук – член Союза художников Украины. Живет и работает в Киеве и Женеве. Является автором скульптурного символа общенациональной программы «Человек года» «Прометей Престиж. Женат, воспитывает сына и дочь». Да, да, это правда. Это правда. Олег, вот интересно. Ты же не сразу такой родился. Вот родился, какая у тебя была мечта? Ты сразу хотел быть скульптором или же ты хотел рисовать? Хотел быть космонавтом, летчиком, военным, археологом, политиком, секретарем комопартии и так далее, и так далее. И в скульптуре я уже пришел лет в 15-16, когда был таким озорным мальчиком и поехал попить минеральной водички. Ну, вместо того, чтобы… Отзепил водичку? В Трусковец, для того, чтобы не шляться после приема воды, у меня отец определил к своему знакомому, другу хорошему, который занимался резьбой по дереву. Он дал мне в руки стамеску, и я понял, что это мое. Вот это такое желание из ничего сделать какую-то красивую, интересную вещь. И тогда я впервые почувствовал, что руками можно не только копать, а можно еще создавать интересные скульптуры. И вот это был первый шаг, после которого, конечно, были напряженная работа, учеба, в виза-студии, в институте, в академии, до изнеможения, до последнего троллейбуса, скажем так. Потому что я садился, когда мои друзья ездили, условно, на дискотеку, я шел в мастерскую и лепил, рисовал, натуру, портреты делал, композиции искал. Жизнь такая была молодежно насыщенная. Конечно, я не упускал возможности вместе с ребятами пойти на футбол, на пляж, в гидропарк отдохнуть. Но, тем не менее, я заболел вот этой болезнью, которая называется скульптура. Это хорошая болезнь, это такое состояние души, от которого вырастают крылья. А вот эти крылья дают возможность летать в пространстве, чувствовать себя успешным и счастливым человеком. Но мы с вами уже очень давно знакомы, наблюдаю давно за вашей деятельностью, скульптурой необыкновенной красоты. И они такие очень чудаковатые, можно сказать. Интересно, откуда вот такие вот фантазии? Ну, тут, конечно, есть несколько аспектов. Во-первых, каждая работа отображает внутреннюю суть человека, то бишь, наверное, я такой. С другой стороны, я как бы, и другие художники, они в поиске своего внутреннего я, своей аутентичности в искусстве. Это очень сложно, потому что, когда ты приходишь в академию, у тебя есть какие-то образцы классические, тебе говорят, нужно лепить именно вот так, вот это хорошо, а вот это уже плохо. И формируется некое такое отношение, вот, однобокое искусство, да, вот именно художник тот, кто освоил АЗ Академии. А в мире совсем по-другому. Миме ты художник тогда с большой буквы, когда у тебя есть свое я, индивидуальность, своя позиция, свое видение и умение отстоять свою позицию. Это очень сложная работа, потому что одно дело нарисовать, а другое, быть художником, это разные вещи. И вот это, когда стать художником, не каждому удается. Многие ломаются, спиваются, уходят в другие профессии, умирают от безденежья и так далее, и так далее. И вот все-таки нужно найти вот это в себя внутреннюю стиру, силу перебороть и остаться самим самым и быть художником. Но самое интересное, твои скульптуры всегда можно узнать, потому что они действительно узнаваемы, ни с кем нельзя спутать, потому что действительно. Вот приходишь, о, скульптура Олега Пинчука. Ну самое интересное, что уже... И они всегда что-то несут. Скульптуру, конечно, они что-то несут, но они настолько индивидуальны и настолько повлияли сильно, особенно на молодых художников, что была создана так называемая школа Олега Пинчука, хотя у меня нет учеников, но есть огромное количество людей, которые работают в стиле Оля Пинчук. Даже такая вот как бы пошла, ну, когда был прием в союз художников, молодую секцию, молодых художников пару лет назад, то у меня было ощущение, что это моя персональная выставка. То бишь, вот как бы кто-то брал мои темы, развивал. И, конечно, хорошо, что у многих хватило, у большинства хватило силы воли уйти от этого влияния и найти себя, или искать себя. Это очень сложный момент, потому что я до сих пор себя еще ищу, потому что если ты остановился, ты умер как художник. Если ты ищешь, если ты движешься, если ты думаешь, и время нас меняет, время ситуации, люди, которые новые приходят, с новыми идеями, и ты, конечно, должен быть конкурентоспособным для того, чтобы выдать свои же идеи, но в другом качестве, в другом видении. И вот тогда ты сохранил себя и остался художником. Мне очень нравятся твои работы на циферблатах Женевских часов. Да, это очень хорошая история. Я такой парень был, в хорошем смысле, пронера. Жизнь в Швейцарии была... Вот как раз на экране, да. Да, жизнь в Швейцарии была так, ну, уже нужно было платить за все, за квартиру, за учебу, за жизнь. Когда у нас зарплата была 10 долларов, то там нужно было 2-3 тысячи франков, это 2-3 тысячи долларов каждый месяц. Это, считайте, однокомнатная квартира в Киеве, и мне нужно было зарабатывать, и я делал выставки. Я работал на тот момент, сотрудничал с фирмой «Кортье», ювелирной фирмой «Кортье», которая делала мои выставки у себя в центральном офисе. Шикарные выставки, и, конечно, большое количество работ было продано клиентам, коллекционерам. И прошло какое-то время, и вот те люди, которые видели мои работы в «Кортье», они работали в «Буэ», это известный бренд, очень статусный, один из лучших швейцарских брендов. И вот они объявили конкурс, и меня туда позвали на создание неких символов, которые могли бы использоваться для этих часов. И огромное количество участников победил я. Мне очень приятно все-таки это доверие, к которому я стремился. Но на этом, конечно, не нужно останавливаться. Я сейчас поехал, вернулся из Китая, и там серьезные большие проекты. Меня позвали в культурную, возглавить культурный отдел «Шелкового пути», где самые известные художники. И там Ван Шуй, вообще классик китайского искусства, мы с ним вместе работаем. У нас большая перспектива популяризации вообще мирового наследия, особенно китайского. И вот БОВЭ будет использовать китайский артефакт именно на циферблатах, то есть это с моей подачи. И будет выступить в Гонконге, в Пекине и в других больших городах Китая. А вообще как Китай понравился? Как страна? Какое впечатление произвело? Это колоссальная страна. Допустим, если Шанхай, 35 миллионов населения, представляешь? То есть какая культура многовековая у них? Да, ну вообще о количестве людей, которые столько в одном городе живет, как во всей Украине фактически. Учитывая, что там кто-то уехал или не приехал, 35 миллионов человек в одном городе. Миллионников там 400 тысяч, то есть 400 миллионников. 400 городов Китая, таких как Днепропетровск или как, условно, Харьков, 400. А большое количество людей, которые там по 10 миллионов, по 8 миллионов. И ты проезжаешь, станции там, едешь, я проехал на известном поезде скоростном, то у нас там мотовый лукофастик, одноэтажные домики стоят, где-то пятиэтажка, но там все там по 30, по 40. Это же лес. Через полчаса опять лес. И лес, и лес. То бишь, эта страна красивая, хорошая история, но их настолько много, и вот они все такие разнообразные, они все работают на свою страну. Когда вот приходишь в парк, они все танцуют, они занимаются всевозможными там какими-то оздоровительными упражнениями. Люди ведут здоровый образ жизни, там нету пьяных, там чисто, там древняя культура. Конечно, есть свои проблемы, но мы не знаем, потому что мы приехали как туристы, как гости, и видим только хорошие. Но вот эта густонаселенность, и вот мы пошли в гости к одному художнику, который по меркам Китая считается успешным, классиком. У него две сотки земли, домик метров 120, и какая-то стена из дерева сделана, там фальш-стерео, не пластик, который у нас поддаются. И это считается успехом, считается шик, человек успешный и уважаемый, потому что у него 100 метров дом, и две сотки земли. Я представляю, как бы он удивился, когда увидел бы твой дом в Пенчуках. Да, поэтому... Такой поместью у тебя. Да, поэтому Украина этим хороша, что тут... Вот я не понимаю тех людей, которые не любят свою страну, особенно Украину. Украина – это уникальная страна, тут шикарные возможности для жизни, для отдыха. Я жил в Швейцарии, жил во Франции, я путешествовал по миру. Конечно, везде хорошо, где есть деньги, но деньги надо научиться зарабатывать, потому что как и человек должен зарабатывать, так и страна должен зарабатывать. И если люди рассчитывают, кто-то придет и даст тебе там деньги, это неправильно. И уберет после тебя в подъезде, или там не бросит вместо тебя бычок мимо урна. Это все от нас зависит, от нашей культуры. Конечно, все меняется в лучшую сторону. Я помню, когда мы с тобой были молодыми, то достать какую-то хорошую импортную вещь было вообще нереально. Нереально. Пойти в ресторан нереально. Выходишь на кричатик, машин нету. Купить ничего невозможно. И посмотрите, сколько супермаркетов построили, сколько больших этих молот по всей Украине, по Киеву особенно. Это киевляне пользуются? Это непонятно молодым людям, а понятно нам, потому что у нас есть с чем сравнивать. Поэтому мне не очень нравится этот пессимизм от тех людей, которые хотят уехать на Запад. Они приедут, будут там условно заметать, убирать. Они там иммигранты. Иммигранты, да. Тут на порядок больше возможностей. Твоя земля, твои друзья, знание законов, знание менталитета. Прикладывайте усилия у себя на родине. И получайте результат, и делайте нашу страну успешной и богатой. Согласна, абсолютно согласна с тобой. Потому что есть же пословица, где родился, там и пригодился. Ну, естественно, что это нормально. Естественно, какое-то количество людей уезжает, но какое-то остается, какое-то возвращается. Тут, наоборот, иммигрют к нам, потому что находят прелести, которые мы не замечаем. У меня большое количество друзей, которые те же швейцарцы, там несколько семей, которые просто приехали жить в Украину, потому что тут комфортно, тут безопасно. Как ни странно, там хотя убивают и взрывают, хотя у нас идет война. Но, тем не менее, нет такого разгула бандитизма, как в том же Париже или в том же Нью-Йорке, где там ограбили, украли, там все, что хочешь. Да, может быть, это нормально. Ну, тут живешь более-менее. Ну, может быть, пронесло, слава богу, но все-таки криминогенная ситуация у нас относительно нормальная. Не хуже, а даже лучше, чем в больших мегаполисах мировых. А сейчас мы прервемся на минуту мерекламы. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hot-tour.com.ua Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка свой город, выберите удобное для вас агентство, заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха! А есть вот какие-то желания, вот какие планы на будущее? Планы наполеоновские. Наполеоновские планы, но планы, они должны быть реалистичными. Конечно, жизнь ставит свои коррективы. Каждый день ты понимаешь, что большую пирамиду можно построить с небольших блоков. И вот этот блок нужно вытесать. И вот свою пирамиду я строю из небольших кирпичиков. Свой дом, свою крепость, свое будущее. Ежедневным трудом, напористым, разноплановым. Потому что труд не только в мастерской. И вот прийти к тебе на передачу, и пойти на презентацию, куда позвали. И пойти даже туда, куда не позвали. Это тоже нормально, потому что... Но ты везде, ты за день вечера спеваешь 5-7 презентаций, мероприятия посоветить. Я это люблю, и кто меня критикует, а каждый имеет право делать то, что он считает, нужно. Я человек открытый, общительный. Я помню, когда был молодым и красивым, я выходил накричать, я их знал всех там. Кто с Абалони, кто с Дарницей, кто с Деверзе, кто с Нивах. То бишь, вот это мое поколение, которое было там 20-25 лет. Вот мы общались, большинство людей знал по имени, где живет и так далее. И они ушли, и я никого не вижу. То бишь, этого поколения, тысячи людей, они исчезли, они растворились в этих своих домах, квартирах. В этих там спальных микрорайонах. И они живут, мне кажется, очень неинтересно и скучно. Потому что живут, работа. Кто живет интересно, мы встречаемся до сих пор. Сколько лет, просто. Кто любит интерес, кто любит жить, кто любит жить ярко, тот не ленится оторвать задницу, сесть и пойти на концерт, пойти в театр, пойти на выставку, пойти на какую-то презентацию, на передачу сходить и так далее. Олег, могу похвалить тебя, сказать, что лучше, чем ты менеджер, вот я никого не видела. Потому что ты вот, помимо того, что у тебя есть творчество, ты прекрасный сам для себя менеджер. Ты умеешь это настолько мастерски так сделать. Где-то эпатажем, где-то настырностью, где-то вот какими-то своими методами. Особенно мне понравилось, когда на красной дорожке я тебя встречаю на каком-то очень большом мероприятии, и ты идешь с семечками. То есть все начали снимать, и еще подходишь ко мне, говоришь, будешь, угощайся. И мы с таким вдвоем стоим на этой дорожке и щелкаем семечки. Это было последний раз, с одной стороны, это палка с двумя концами. Меня постоянно звали на конкурс, в жюри конкурса «Мисс Украина». И тогда, по-моему, приехала Памела Андерсон, все начали писать. А мне, ну, как бы художник имеет право на провокацию, творческую провокацию. Я не постеснялся, взял семечек, сам пожарил, в кулечках угощал. Да, все ходил. Ну, это наша ментальность. Когда мы, ну, для нашей ментальности это золотые зубы, там, это какие-то там… Цепь золотая. Да, цепь золотая. С таким приступом. Да, еще что-то такое. Семечко поплеваться, окурок бросить мимо урны, а подпалить кнопочки в лифте, это все наше, да. И поэтому, когда вот такой, с одной стороны, там, шик, там, дорогие иномарки, и ты понимаешь, чтобы отличиться, чтобы не быть этим обезьяном и не попугайничать, ты берешь и привлекаешь на себя внимание тем, что, в принципе, характерно. Сидят люди, плюют семечки на пол, но это было вызовом вот этому, ну, такому… Менталитету даже. Да, такому лоснящемуся, там, бомонду, который шел там, понадевал там. И я шел и плевался. Конечно, об этом все писали, смеялись, а слава богу, мне никто не сделал замечания. Ну, такие вещи нельзя делать часто, но я здесь делал 10 лет назад, и на сих пор ты помнишь, не только ты, кстати. Все запомнили, никто не помнит, кто в чем, когда был одет, но все запомнили тебя с этими семечками. И был вариант, или черные, или белые. Я понял, что черные не будут видны на красной дорожке, а белые будут видны там на фотографии, снимали. Кто-то писал, боже мой, какой они культуре, какой свинцы. А наоборот, хорошо. Ну, написали. Да, написали. Ну, конечно, те бабушки, которые там стояли и ждали, что сейчас придут небо жители, пройдут по красной дорожке. А мы не небо жители, а мы такие же самые, как и вы, только с другой стороны вот этого красного, красной перегородки, которая разделяет нас и вас. Но мы же такие же самые, как и вы, мы теми же воздухом дышим, теми же улицами ходим. Те же продукты покупаем. Те же продукты, да, ну, поэтому я, да, у меня нету мании величия, я с большим отношением отношусь к людям труда, там у меня все охранники, самые близкие друзья в доме, там у меня все там люди таких обычных профессий, с которыми я дружил там 30 лет назад, до сих пор дружу. Кстати, хотела сказать, твои дети на самом деле ходят в школу, по-моему, в Белой Церкви. Да. Это рядом с пинчуками, где вы сейчас поселились. То есть, казалось бы, многие, наоборот, везут в Киев, там, в Бритишскую, детей устраивают, а у тебя вот входит в обычную школу, ну, понятно, что получают хорошее образование, они играют на скрипочке, у тебя дочка, я точно знаю. Да, они играют так, но я понимаю, что это как бы все условности в силу того, что образование, вот я... Я разговаривала с твоей женой, она сказала, что там прекрасное образование дается детям, что прекрасные студии есть, остались те же учителя, которые преподавали когда-то в СССР, которые очень кропотливые, хорошо это все несут, знания массы. Ну, я сам не был особым хорошим учеником, поэтому вот все мои отличники с красными медалями, которые одноклассники закончили школу, я не понимаю, чем они занимаются. Ну, чем-то занимаются, но их как бы нет. А вот важно, вот черта характера, которая позволит быть тебе успешным на виду, невзирая на твои оценки. То есть, я никогда не предстоит получить хорошие оценки. Поэтому я особо не требую детей, чтобы они были отличниками, чтобы они имели красный диплом и так далее. Мой профессор, он говорит, лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем наоборот, чтобы не сидеть там и не зеленеть там у книжки и так далее. Жизнь откорректирует. Поверь, если человек хочет себя реализовать, то красный диплом или синий диплом, не важно. Самое главное, внутренняя суть и желание, самореализация. Если это будет, если будет понимать, что жизнь прекрасна, не того, что ты просишь папа дать, а то, что ты сама сумела или сумела заработать, что ты посыл некую систему. Это абсолютно self-made. Да, я считаю, что должны то же самое дети научиться. И мой диплом или мои звания, которые мне предостаточно, я никому никогда в жизни не показывал. Я даже не знаю, где они находятся. Но где-то они есть, там нужно искать. Там, понимаете, заслуженный художник, там, или народный художник, или грамоты, все. Ну, где-то лежит. Для меня это не важно. Есть Олег Пинчук, а это более важно, чем... Но это уже такой бренд. Бренд уже не делается. Это труд, это тяжелый труд. Есть бренды, люди, которые ходят, условно, тусуются по тусовкам. Это тоже тусовочники. Ну, а покажите, что вы в этой жизни сделали. Покажите ваши выставки. Если вы, если вы там музыканты, покажите, что вы спели, сколько людей приходит на ваши концерты, как вы зарабатываете деньги, чем вы зарабатываете деньги. А если вы просто считаете себя... Профессиональным тусовщиком. Профессиональным тусовщиком. Ну, это одно. А это дополняет, потому что художник, с одной стороны, это как бы скрытный, он должен сидеть в мастерской работать и особо не показывать, то, что он делает, а потом уже выдать наверх, на гора, как называется, этот уголь, свои работы, свои картины, высадиться где-то. Вот. А я, наоборот, я всем показываю. Приходите, смотрите. Ну да, под студией у тебя были, смотрели. Открывайте, любуйтесь, получайте удовольствие. Я никогда ничего не прятал, никогда ничего, как бы, за этот, не шептался. А у кого в коллекциях есть твои, вот по имену можешь назвать? Или это скрытая такая информация? Ну, почему? Почему? У меня большой коллекция, вот люди, которые, люди, которые... Потому что я знаю, что очень много знаменитостей, не только украинских, но и зарубежных. Да, ну, если там зарубежные, так это, естественно, что... У многих твои работы в коллекции. Да, очень много. Это и члены палаты Лорда Великобритании, тоже Пьер Карден, и огромное количество швейцарских банков, которые до сих пор спонсируют мои проекты. Union Bank Swiss, один из самых лучших и самых успешных швейцарских банков. Вот фирма Cartier покупала мои работы для своей коллекции, это в 90-х годах было. Фил Коллинг, кстати. И, ну, естественно, что банки коллекционировали, даже банки выпускали кредитные карточки с моими изображениями, то бишь, это была не индивидуальная карточка, а вот для вип-клиентов, там, Platinum Gold, Platinum Classic и так далее, и так далее. Четыре наименования карточек было выпущено с моими работами, и права были выкуплены, вот, изображения на карточках. Плюс, вот я вот недавно была выставка в Монако, и жюри, международное жюри Art Monaco отобрало мою работу, мои работы на все бигборды и на все вип-пригласители. Когда ты приезжаешь в Монте-Карло, а там на громнейшей стене висит твой носорог, ну, это приятно, это был для меня даже приятно, это был сюрприз, потому что я, в принципе, не рассчитывал, что так получилось, ну, так они выбрали, мне не сказали, вот, и приятно удивили. Потому что ты прилетаешь с Украины, и ты понимаешь, что вот, Олег Тинчук, это Украина. Такой огромный плакат, изображение из моих этих слонов, из моих бегемотов, вот, это приятно. Вот еще, еще очень такой, знаковая фигура в моей жизни, это Марио Варгаз-Леса, это известный писатель, Нобелевский лауреат, который сказал, что в его коллекции, он купил несколько работ, это лучшая скульптура в его коллекции, ну, лучше носорой, скажем так. Приятно. Да, и вот, как-то там даже, он такой человек неординарный, скандальный там, и там, Дон Жуан, скажем так, вот, очередной развод, очередные обложки всех этих таблоидов, всех этих журналов, и там, где-то, по-моему, на парочке журналах, он был на фоне моих скульптур, моего каталога, где-то там, когда там мне набрали интервью, и это очень приятно, когда нобелевский лауреат, который дружит с королем Испании, который сдадили королеву Великобритании, и так далее, и так далее. Абсолютно согласен. Это лучшая скульптура в его коллекции. Конечно, есть конкуренция, конечно, есть недобросовестная конкуренция, конечно, есть молодые, которые пришли сюда взять свое, а не с кем-то поделиться. Это другая ментальность. Но есть опыт, есть холодный расчет, поэтому с любыми трудностями мы умеем и знаем, как с этим бороться. А теперь мы прервемся на минуту рекламы. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottur.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка свой город, выберите удобное для вас агентство, заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха! Олег, ты большой коллекционер именно картин, художественных картин. У тебя, по-моему, 400 полотен, известный украинский художник. Больше ста, но... Больше ста. Больше ста. Значит, мне неправильную информацию дали. Кстати, здесь еще твоя работа, которую я купил на аукционе. Кстати, да, да. Стоит у меня, кстати, я... Тогда был аукцион помощи. Пришел ко мне мой один хороший товарищ, хотел, чтобы я ему подарил. Ему не подарил. Я, чтобы подарил тебя обязательно, ну, на день рождения. Потому что, ой, какая картина, мне там туда надо, где-то куда хотел повесить. Вот, так что буквально, ну, я думаю, восемь лет. Ну, неожиданно, но приятно. Да, да, видишь, так что ты не только я художник, и ты еще художница. Вот твоя такая непосредственность, искренность и чувственность позитивная, она есть в твоих картинах. Так же, наверное, как какая-то эмоциональная составляющая есть в моих скульптурах. И вот эта эмоциональная составляющая, она заставляет человека посмотреть на, вроде бы, кусок металла или какое-то количество красок и почувствовать твою душу, твою суть внутреннюю. Да, передать энергетику. Да, да, да. И сделать этот кусок металла или чего-либо живым. Согласна. Я люблю коллекционировать. У меня лучшие украинские художники. Марина Примаченко. Да, Мария Примаченко. Ты даже недавно делал большую ее выставку, очень интересную, красивую. Я делал выставку и в Париже, я делал выставку в Музее на юно-искусство в Загребе, открывали два президента Украины и Хорватии. Делал выставку в Одессе, в Харькове, в Чернигове, где только не делал, в Киеве делал кучу выставок. И это самое... Ну, у нас в Украине в назад веке были три художника. Это Казимир Малевич, Александр Архипенко, скульптор, и Мария Примаченко. И Мария Примаченко – это самая, с точки зрения финансов, недооцененная художница. То есть... И сейчас начали оценивать, уже после смерти, получается. Ну, оценивается рыночная. Есть рынок, который формирует цену. Есть искусственные цены, когда художники сами через аукционы поднимают на себя цену, для того, чтобы продать здесь подороже. Но с каждым годом все меньше и меньше денег, ресурсов на то, чтобы тратить на искусство. Я знаю, что художник всегда оценен, когда он с возрастом, у него оценка повышается его картина? Не совсем. Не совсем. Это как бы немножко штампы, потому что... Штампы, да, больше? Конечно. Есть рыночная борьба, акции стоят... Многие после своей смерти становятся очень знаменитыми, а при жизни они были бедными? Ну, таких нет. Ну, это... Ну, это я как профессионал... Перасмани. Ну, Перасмани – это единица, а в Киеве только 10 тысяч художников. Согласен. У нас нету даже Перасмани, у нас есть только художники, который за Федя Титянич, который, по-моему, и будет стоить денег. Олег, скажи нам, вот пару, давай три постулата от тебя, как стать успешным. Я даже сам не знаю. Я просыпаюсь утром, я не думаю о том, как стать успешным. Я просто отстаю и работаю. То есть первое – это работать. Это работать. И, наверное, работать, заниматься любимым делом. Заниматься любимым делом, работать до настямы, работать до изнеможения, работать в удовольствии. Важно работать в удовольствии, получать удовольствие. Вот это удовольствие будет приходить другим людям. Ведь сейчас такое бытует мнение, что работа Пинчука – это не просто работа, это работа талисмана, которая несет успех людям. Я считаю… Энергетика особенная во время работы. Да. Я считаю, что сегодня скульптуры или картины, известные авторы будут покупать успешные люди, которые уже добились. То бишь, таким способом они подтверждают свой статус. То, что они тоже не сидели, они тоже утром вставали, не работали, не учились, они зарабатывали деньги. И им не хватало, наверное, эмоций. Потому что все-таки серые будни, когда ты считаешь цифры, там вагоны сюда, цистерны туда, кубометры туда. А вот искусство – это эмоции. Это эмоция, которая тебя немножко вводит в другой мир, расслабляет, наполняет новым смыслом твою жизнь. Твоя жизнь делается ярче и интереснее, когда ты интересуешься искусством. Мне тоже тяжелый труд, потому что любой результат – это результат тяжелого труда. И вот коллекционирование – это тоже способ уйти вот этих серых, тяжелых будней, потому что скульптура. Сегодня утром встал, я уже в полдевятых, был на заводе с какими-то своими тяжелыми этими бронзовыми полуфабрикатами, занимался сваркой, полировкой. А идея? Как у тебя приходит, допустим, носорог? Просто вот ты встал, придумал, или во сне идут? Ну, идея, наверное, из детства, потому что я посещал с одноклассниками зоологический музей, краеведческий, на Баннах Мельницкого, и там валялись вот бивни животных. Кто там только не был? У нас все из детства туда водили, всегда классно. И вот моя фантазия рисовала вот этих животных, и уже потом, когда я уже стал профессиональным скульптором, я почему-то вернулся, не почему-то, я вернулся к своим этим образом, которые формировались в детстве. Я их просто уже профессионально воплотил через какие-то объемочки, какие-то уже профессиональные знания, и вот только все из детства, потому что дети, это вот они что-то увидели, и они не понимают, хорошо или плохо. Оно должно действовать, и не действует, тронуло или не тронуло. Вот у меня тронули вот эти бивни, вот эти всевозможные красивые животные, старинные. И вот я их трансформировал, изменил, нашел, поискал, и появились какие-то, скажем, ни на кого не похожие животные, которые в принципе в природе не существуют. Ну и задача художника придумывать, а не изображать. В Мариинском парке твоя лягушка бережная. Да, это подарил, ну там уже туда постоянно кто-то туда лазит, там достает учебные деньги. Там труд денежки к деньгам, да. Постоянно собираются там молодожены, уже сколько уже. Дети всегда сверху на этой жабе. Да, куча там этих возможных этих кортежей, приезжают там выпить шампанское, потерять нос и бросить там пару гривен. Но видишь, ты же как волшебник. Ты вот выдаешь возможность, помимо того, что воплотить сказку, воплотить мечту, и ты свою мечту воплощаешь. Да. Это, кстати, это место, может, ты помоложе, конечно, но место, которое называлось «Зимняя жаба», дискотека «Зимняя жаба». Вот, была «Летняя жаба», она была ниже, но там запущенный пустырь, там сейчас там продают, перепродают, продают. Я эти времена уже не застала. Да, а это называлась, дискотека называлась «Зимняя жаба». Молодежь. Это воспоминания о ней. Да, 80-е годы. Ой, я только в школу. Да, ну, может быть, тоже, где там подружки старших ходили, все ходили туда потанцевать, по Кричатику походили, зимой шли туда танцевать. Там не было большого количества ночных клубов, вообще их не было. Были только танцевальные залы, там типа юности, там современника и так далее, и так далее. А это была такая центральная танцевальная зимняя площадка называлась «Зимняя жаба». И вот в память «Зимней жабы» я поставил эту жабу, которая не душит, а которая символ получше и успеха. Тоже интересно. А какое вот пожелание, допустим, ты можешь дать нашим телезрителям? Ну, какое пожелание? У каждого свое. Кому чего не хватает, то есть тут постик получит. Да, кому-то хочется денег, кто-то хочет любви, кто-то хочет здоровья очень важно. Кто-то путешествует. Ну, наверное, самое важное – это здоровье, здоровье родных, близких людей. Это мир. Мне всегда в сердце болит, когда я открываю новости в интернете, вижу, что кто-то, молодой парень погиб, да, вот там, в АТО, это ужас, да, для меня это… Скорей бы мир был. Да, вот как бы побыстрее закончился этот кошмар, этот ужас. И как можно, дай Бог, как можно больше людей вернулось домой живыми и невредимыми. Это очень важно. Согласна. Так, друзья, сегодня мой наряд от Джанет фон Клинген, прическа у меня от сети салонов «Лонда». Олег, скажи, пожалуйста, боишься летать или нет на самолетах? Ну, я особо ничего не боюсь, но на всякий случай, когда идет самолет на взлет, я перекрестился. Вот. И думаю только о хорошем. А у нас сейчас будет лайфхак от Светланы Рифнии. Она расскажет о том, как преодолеть болезнь и болезнь, боязнь летать на самолетах. Хочу поблагодарить тебя за прекрасный эфир. Настолько он интересный, хотелось бы столько много чего еще задать, но время у нас уже ограниченное. Вот. Благодарю тебя. Сейчас зрители будут смотреть лайфхак. Спасибо большое тебе. И тебе спасибо. Спасибо. Всем привет. С вами сегодня психолог Светлана Рифния. Итак, сегодняшний мой лайфхак будет по поводу страха летать или страха самолетов. Я хочу вам помочь в этом, для того, чтобы вы перестали бояться. Конечно, важно обращаться к специалисту, но важно и определить, на каком этапе вы боитесь самолета. Итак, это начало. Регистрация. Регистрация. На самолет. Попробуйте почувствовать, прислушаться к себе. На этом ли этапе вы начинаете уже волноваться? Или еще на сборе чемоданов? Идем дальше. И вот вы подходите к паспортному контролю. Может быть здесь у вас повышается тревога, страх, волнение. Дышите. Дышите лучше. И вот вы прошли паспортный контроль. И тревога, возможно, растет дальше. А может быть, она немножко уменьшилась. В любом случае, вы заходите в Дети Фри и покупаете что-нибудь вкусное. Ну, это может быть, конечно, и жидкое, вкусное. А может быть, шоколадка или что-то. Что-то то, что предоставит вам радость или отвлечет вас. Вкусняшки. Итак, вы продышались, купили вкусняшки, возможно, купили себе что-то выпить или что-то вкусненькое поесть. Следующий шаг. Осмотритесь. Вокруг вас есть люди. Вы не сами. Если что-то случится, вам обязательно помогут. Вы не одни. Вы сейчас собираетесь идти на посадку. Попробуйте к себе снова прислушаться. Сейчас у вас началась тревога. Или она уменьшилась. Или же что-то другое происходит. Волнуетесь и страх появляется. Очень важно отследить, на каком этапе у вас появляются увеличения эмоций. Страха или тревоги. Итак, следующий шаг. Посадка. И вот вы идете на посадку. Может быть здесь, из-за того, что очень много людей и стоит очередь вам, и начинает быть страшно и подниматься тревога. Тогда лучше отойдите от очереди и подождите, пока она пройдет. Не пропустите свою посадку. Если что, вас объявят. И вот вы идете на посадку. Запускаетесь по лестнице для того, чтобы сесть в автобус на свой самолет. Но здесь оказывается очередь. И возможно здесь вы начнете нервничать и варяться. Не бойтесь. Просто сделайте паузу. Скажите себе все хорошо. И ждите. Вы уже находитесь в автобусе, который везет вас в самолет. И возможно здесь появляется страх того, что вдруг этот автобус привезет вас к вашему самолету. Не переживайте. Вы можете спросить у этого пассажира. А туда ли он идет? И вот вы видите сам самолет. Может быть сейчас у вас возникает большая паника и страх. Возьмите кого-то за руку. Или просто идите за толпой. Не бойтесь. Там ничего страшного нет. И еще. Не спешите. Обычно в этот момент, когда садятся в самолет, люди очень быстро бегут и паника растет. Тревога растет. Не волнуйтесь. Идите спокойно. Вас подожду. Вот вы входите в самолет. Возможно здесь растет тревога и страх. Посмотрите вокруг. Вокруг вас люди. Горпроводники. Пилот. Можете заглянуть в кабину пилота. Он тоже там есть. Сказать, спросить, все ли в порядке с самолетом. Для того, чтобы успокоиться. Внимательно посмотрите на сам самолет. Это довольно надежный, абсолютно надежный транспорт, который намного реже детных крушений, нежели автомобиль. И так, вы находитесь в самолете. Вы попробуйте приобрести очень удобную подушку для перелета. Вот такая подушка у меня. Спасибо моим друзьям, Руслану и Татьяне, которые мне ее подарили. Вот ее первый раз, кстати, испытываю сегодня. Устроиться поудобнее. Посмотрите, кто находится рядом с вами. Возможно, это люди, которые смогут вас поддержать, поговорить с вами, как-то успокоить вас. Когда вы рассмотрелись вокруг себя, надели удобную подушечку, возможно, у вас есть с собой книжка, которую вы можете достать, или телефон. И попробуйте погрузиться в эти гаджеты. Или в книжку, или в игры. И стараться не смотреть в иллюминатор. Не смотреть в иллюминатор, чтобы не отвлекаться и еще больше не пугать себя. Дышите. Возьмите конфетку, съешьте этот, который вы купили, вкусняшки. Ну, или то, что вы купили. Приобретайте подушечку хорошую, оденьте на себя. Посмотрите, кто рядом с вами. И приятного вам полета. Для собственного успокоения желательно смотрите, как сторона рассказывает о способах запасти. от этого вам станет спокойнее. Проверьте, под сиденьем есть у вас. И вот самолет начинает набирать скорость. Обычно у многих на этот момент начинает подниматься страх, тревога и выделяться адреналин. Возьмите, пожалуйста, ссать ему конфету. Съешьте ее. Пробуйте, пожалуйста. Затем. Посмотрите, кто сидит рядом с вами. Я знаю, я столь еще раз водка. Посмотрите, кто сидит рядом с вами. И если вы не знакомый человек, вы можете обратиться к нему и попросить, держать вас за руку. Можете за меня за руку. И успокоить. Не успокоить. Все будет хорошо. Спасибо. То есть вы можете попросить поддержки ему рядом с сидящего человека, чтобы он как-то поддерживал вас, разговаривал, возможно, с вами, держал вас за руку или как-то отвлекал вас на полет. Итак, вот сам взлет. На эти моменты очень многие хватаются за сиденье, я закрываю глаза и начинаю очень тяжело дышать. Лучше расслабиться, закрыть глаза, положить голову на подушку, расслабиться. Это важно. И дышать. Дышать. Не задерживайте дыхание. Во время полета постарайтесь отвлекаться. Например, заказать себе покушать или что-нибудь вкусить. чай, кофе, что-нибудь другое, где можно челкнуться. Поддерживайте себя максимально. Также очень здорово взять за дом самолет, кому-нибудь хоть и грудь. Например, вот так. чем-то себя развлекать? Отвлекаясь от каких-то собственных страхов и переживаний. Есть еще один страх, который возникает во время полета. Это зона трупулентности. Когда начинает трясти самолет, очень часто начинают переживать. в этом случае я рекомендую вам набраться терпения. Может быть, сходить из-за соседа, может быть, просто дышать или ждать этот момент успокоиться, снова же дышать. Все будет хорошо. Ну что ж, осталось чуть-чуть посадка. Все, вы на земле. Остался еще один маленький фигуанс. Вы долетели, выдыхайте, наслаждайтесь, но остался еще один момент. Сейчас я вам расскажу покойку. Ну что ж, друзья, последний страх, с которым может быть связан страх полета, это страх потерять свои чемоданы. Страх не получить багаж, страх, что он не долетит. Вы идете и находите свой багаж и только потом успокаиваетесь. Ну что ж, удачи вам. И в случае, если вы не находите свой багаж, вы успокаиваетесь, спокойно дышите и идете в отделение Lost and Find, то есть, где потерянные вещи, и находите там свой багаж. Если же нет, вам обязательно скажут, где он находится. Поэтому не волнуйтесь, просто действуйте. Итак, друзья, получился довольно длинный лайфхак от психолога Арифнии Светланы. Давайте попробуем пробежаться бегло по тому, что вышло. Итак, если у вас страх полета, попробуйте определить, чего именно вы боитесь прямо по нашему путешествию, которое сегодня я для вас подготовила. Если вы боитесь прохождения паспортного контроля, вы боитесь посадки в самолет, самого взлета, самого нахождения в самолете, потери багажа и так далее, когда вы обнаружите свой страх, определите его, с ним уже можно будет что-то делать, например, обратиться к специалисту или же, например, он исчезнет, потому что вы его осознали. Итак, обнаружив свой страх, попробуйте с ним справляться. Как справляться, я вам уже давала эти рекомендации. То есть от дыхательных каких-то упражнений до отвлечения себя, обращения внимания, что вы не одни, что у вас есть поддержка, даже незнакомые люди, вкусняшки, возможно, какие-то спиртные напитки, которые вас поддержат. Если не спиртные, то пусть это будут какие-то вкусные кофе, чай, соки и так далее. Я желаю вам не бояться, я желаю вам избавиться от этого страха, потому что он действительно блокирует самое прекрасное, что может быть в жизни. Это путешествие. Смотреть другие страны, смотреть мир, наслаждаться и получать удовольствие. Я желаю вам, чтобы вы получали удовольствие от путешествий и ничего не мешало. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...